В заповеднике Хакаски, как и положено под конец зимы, стартовала традиционная перепись таежно-степного населения. Цель ученых не просто почитать, сколько на территории диких зверей, но и отследить, как меняется каждая отдельная популяция. Например, этой зимой инспекторы стали чаще встречать соболей, что не совсем типично для нашей местности. В ответственном научном событии принял участие Константин Кравцов. Это как раз тот случай, когда перепись заставляет забраться за 3-9 земель сначала на снегоходе по белому одеялу, ну а потом на своих двоих. В общем, нам будет пройти 41 километр. Но сегодня мы не успеем. У нас как два инспектора. Инспектор заповедника Николай Пигин со стажем в четверть века тут же натыкается на свежие следы. Вот, буквально только что прошла косуля. Свои дела, очевидно, и у соседки Рыси. Судя по отпечатку, это молодой самец. Начало гона как раз будет уже. Вот она начинает уже ходить, искать себе самочку. Собственно, так и выглядит зверинная перепись. Шаг за шагом, след за следом. Все данные вносятся в специальный трекер, затем информацию получают ученые о заповедниках Акасский. Это самый северный участок под Заплоты. Граничится склоном Кузнецкого-Латау и плавно расстилается степью. Отсюда и многообразие видов. Бывало, и медведь запредет, не говоря о зайцах, волках, докопытных. Снег выпал. Белая книга. Я бы ее назвал даже открыткой. Мы ее открываем и читаем следы. То есть вот косуля прошла. Вот у нее такой почерк. Вот она идет. Вот лисица вот такой неровный, частый, мелкий. Волк идет такой уверенным, крупным шагом, след, след. Вопреки видимому спокойствию, жизнь в лесу сонной уж точно не назовешь. Вокруг сотни, сотни всевозможных следов. Вот целая тропинка, которую накануне оставили косули. Ну а здесь зверь, очевидно, пытался добыть себе пищу. Под снегом много вкусной и свежей травы. Со стороны просто лесная прогулка. Вся эта перепись. Но нет. Научное мероприятие. Причем по силам далеко не каждому. Попробуй-ка вот так преодолеясь десяток другой километров. По колено в снегу. И такое каждый год. Эта методика позволяет практически учесть все виды, которые населяют данную территорию. И в зимнее время активны. Другого варианта их учесть, кроме как по следам, нет. Вообще на территории заповедника и заказника по зарым у нас утверждено больше 30 маршрутов. В арсенале инспектора не только GPS-трекер. Знание и большое желание подсчитать следы зверей. На отдельных участках расставлены и фотоловушки. Интересный факт. Нынче в местных лесах особенно много соболя. Что довольно нетипично. Ученые это связывают с наличием кормовой базы. Да и общие условия в заповеднике позволяют зверю не волноваться лишний раз. Весь смысл нахождения территории. Существование заповедника как раз в этом заключается. Исключить влияние какого-либо со стороны человека. Чтобы природа в естественном состоянии находилась и развивалась. Весь смысл таких походов подсчитать отдельные виды. Сравнить с прежними годами. При необходимости сотрудники Хакасского создают методики дальнейшей работы. Например, планируют охранные мероприятия. Константин Кравцов, Сергей Казьмин. Вести. Хакасия.